Окей, друзья, следующим шагом нашего обучения я хочу показать вам такой способ извлечения карты зрителя при тасовании способом рифл-шафл. Возможно, для каких-то фокусов вам это пригодится. Итак, как это выглядит? Своего рода такой небольшой мини-фокус. К примеру, зритель запоминает любую карту. Это у нас семерочка червь, да? Мы все это дело убираем в середину колоды. Пару раз подснимем, потасуем и теперь перетасуем способом рифл-шафл. Перетасуем, снова так вот подснимем. Теперь я щелкну пальцами и достану одну из карт. И окажется, что это наша семерочка червь. Вот таким вот красивым и быстрым способом мы можем найти карту зрителя. Ну что ж, теперь давайте перейдем и посмотрим, как это выполнять. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как выявлять карту зрителя при тасовании способом рифл-шафл на столе. Итак, для начала вам необходимо карту зрителя, чтобы сделать это выявление, поместить вниз. Как это делается? К примеру, вы пролистываете колоду, даете человеку запомнить одну карту. Допустим, он запоминает эту. Вы начинаете тасовать. Во время тасовки зритель, к примеру, вам говорит «стоп». Убирает свою карту короля, допустим, червового. И мы делаем вид, что затасовываем в колоду. Но мы как делаем? Мы делаем с инжоком. То есть мы делаем инжок, завершаем тасование, подхватываем, тасуем до зазора и короля мы вывели наверх. Далее, что мы делаем? Мы короля сводим вниз, король у нас остается внизу. Итак, теперь мы делим стопочку нашу пополам для тасовки способом рифл-шафл. И вот здесь вот мы делаем контроль нижних карт, а именно вот этого короля. То есть я его скидываю в стопочке среди первых, потом завершаю тасование, подравниваю колоду. Но не втаскиваю ее вовнутрь, а беру в руки. И вот этого короля пока беру, я пододвигаю его на середину. То есть он у меня вот так вот по центру сейчас лежит. То есть пододвинул его на середину, взял примерно половину, положил сюда. И оставшейся половиной я накрыл. Теперь не надо ничего сдвигать, не надо его равнивать колоду. Я захватываю большими и средними пальцами. Вот так вот, захватил. И теперь начинаю делать вот это вот такое вот движение. То есть вот так вот начинаю вести. Начинаю вести вот так вот руки. И тем самым у меня вот эта карта, которая в середине лежит, король, да, она у меня вот так вот проворачивается в руках. Я ее бросаю на стол. И вот он наш король. То есть еще раз, к примеру, зритель запоминает вот эту карту. Пиковый туз. Ну, как удачно. Стасую, зритель сказал стоп. Я убрал его сюда. Сконтролировал наверх. Вывел вниз. Снизу он у меня сейчас лежит. Делаю тусование. Пододвинул, взял. Чуть сдвинул его сюда, на центр. Раз, два. И достал. И вот она, наша карта. Вот такой вот прикольный способ выявления карты зрителя, который вы можете теперь легко повторить, дабы знаете и умеете все предыдущие шаги, которыми я вас учил. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, и мы переходим к следующему уроку.